Здравствуйте, господин Ларюков. Сегодня мы встретились с вами на чемпионате России среди студентов по дзюдо. Ну и первый вопрос с этим связан. Скажите, насколько такую важную ступень в российском дзюдо занимает студенческое дзюдо? Я бы сказал, что все спортсмены прошли через эту ступень. И на этих соревнованиях сегодня присутствует Юрий Ильич Степкин. Он у нас участник и медалист универсиады. Еще все спортсмены, которые в далеком будущем. Тот же Амиран Татикашвили, призер Олимпийских игр, который баловался в Сан-Граду. Все они выступали в свое время по студентам. И в то время, в советские времена, соревнования считались очень значными. То есть проходил отбор по чемпионатам российских студентов. На универсиады, на всемирные студенческие игры. Я думаю, что и сегодняшний чемпионат говорит о том, что своим количеством участников говорит о том, что это значимое событие в жизни дзюдо в России. И то, что на следующий год уже будет проводиться универсиады 2013 года в России, и это тоже говорит о том, что студенческое движение набирает обороты в России. А как сотрудничество Федерации дзюдо России и студенческой лиги дзюдо, на каких сейчас взаимоотношениях две организации в России? Ну, я бы сказал, что в любом случае это все ради одного дела, большого дзюдо. У нас есть совместные договоренности, договора подписанные о том, что мы обмениваемся кадрами, обмениваемся какими-то знаниями, обмениваемся инструкторами. То есть в самом дзюдо, я думаю, что разделений нет. Это все равно один вид спорта. И какая бы организация ни была, это все равно мы люди дзюдо. Поэтому, думаю, здесь различий никаких нет и границ тем более. Вы наблюдаете за поединками. Скажите, уровень подготовки на сегодняшний день российского, именно сегодняшнего студенческого дзюдо, насколько он приближен к мировому уровню уже мастерского? Ну, то, что мы занимаем высокие места на всемирных университетах, это уже тоже говорит о уровне наших спортсменов, студентов, именно на уровне студенческого спорта. И, в частности, что касается этих соревнований, то мы здесь видели, боролись спортсмены, призеры страны, среди юниоров до 20-х лет участники. В основном вот они. То есть это тот резерв, который планируется к подготовке к следующим олимпийским играм, к следующим олимпийским циклам. Менее недели осталось до начала чемпионата Европы в Челябинске. И скажите, пожалуйста, ну, не как функционера дзюдо, а лично как просто болельщика дзюдо, ваши взгляды, а ваши предположения о том, как может закончиться этот чемпионат для российской команды и насколько она сейчас на ваших личных взглядах, как профессионалы, готова к выступлению? Ну, я бы сказал, может быть, всех всегда волнуют прогнозы. Но я думаю, что всегда важен результат. Результат соревнований, он, естественно, бывает уже после соревнований. Можно говорить о планах больших, можно говорить о каких-то, наоборот, травмах. Но я думаю, что лучшим показателем всегда является соревнование. Одно лишь то, что соревнование проводится в России, в Челябинске, это говорит о том, что даже свои стены должны помогать нашим спортсменам. И самый сильнейший состав, за исключением нескольких спортсменов, в мужской команде будут освобождены от этого старта. А весь костяк мужской и женской команды будут выступать как и в личных соревнованиях, так и в командных соревнованиях, которые будут в последний день проходить. Хочется просто пожелать им от души, чтобы они выступили на максимум своих возможностей, завоевали как можно высокие награды. И я думаю, что вполне по силам завоевать минимум две золотые у ребят и у женщин. В принципе, это все возможно, все по силам. Но будем надеяться на лучшее. И скажите, вот вы участник Олимпийских игр в Сиднии, бронзовый призер. Вот возвращаясь к тому времени, 2000 год, то есть чемпионат Европы для вас 2000 года, насколько был значимым перед Олимпийскими играми? Ну, все равно в Олимпийский год, соревнования, которые проводятся, все равно они идут как стартовые, где-то может быть тестовые. Все равно дальним взглядом ты понимаешь, что тебе нужно выплеснуть свой потенциал на Олимпийских играх. И где-то может быть какое-то идет аккумулирование какой-то части энергии. И может быть и есть в этом какой-то резон, но я думаю, что если рассматривать как старт, они, ну и очередной этап эти соревнования, то они пройдут легче и в психологическом настрое, то есть люди не будут закрепощаться. Вот, они будут показывать свою борьбу на ту, на что они способны. Вот последний отбор Олимпийский. Очень много стартов введено для попадания на Олимпийские игры. То есть в то время было мало стартов. Там 10 турниров, 10-11 турниров за весь год. В этот же цикл мы наблюдаем соревнования. Ну, я бы сказал, только гранд-шлемов и гранд-при уже 8. Они считают кубков мира, которые проводятся в Европе, в мире. И причем они разбросаны территориально по континентам. Бразилия, Америка, Северная Америка, Южная Америка, Африка. То есть это тоже накладывает свой отпечаток. То есть спортсменам трудно принимать участие на разных континентах. Тоже в самое время готовиться к основному старту, то есть Олимпийским играм. Олимпийские игры будут проходить как бы в Европе, в Англии. Поэтому, может быть, некоторые старты придется ему пропустить, потому что там будет турнир Кубок мира в Майами, Кубок мира, гранд-шлем будет в Бразилии. Поэтому все зависит от главных тренеров, как они настроят команду. Может быть, кто-то освободит спортсменов от стартов основных и будут целенаправленно готовиться к Олимпийским играм. Для вас как для... Опять я хочу как бы вас немножко отделить от функционера дзюдо, да? Ну, как вот для болельщика. На кого... Ну, кто фаворит для вас? За кого вы больше будете переживать болеть на чемпионате Европы? Я думаю, что без исключения за каждого спортсмена и спортсменку я буду болеть, вот, как за своих, потому что всегда переживаешь только больше, чем сам выступаешь, когда смотришь со стороны. Поэтому я думаю, что в этом плане не будет никаких исключений в этом плане. Вот, я буду болеть за всех спортсменов нашей сборной команды и за командных соревнований февричных. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.